Польские радиа, Польша. Результат Зеленского. Это желтая карточка, показанная украинцами своим элитам. Михаил Шевчук. Польские радиа, Польша. 3 апреля 2019 года. Интервью с сотрудником Польского института международных дел. Писм. Даниэлем Шелиговским. Даниэль Зелигоуске. Польские радиа, как интерпретировать тот факт, что украинцы поставили на человека без политического опыта, если не считать таковым перевоплощение в президента страны в телесериале. Даниэль Шелиговский. Результат Владимира Зеленского в первом туре выборов. Это желтая карточка, которую украинцы показали своим политическим элитам. Евромайдан пробудил в обществе огромные ожидания, но сейчас люди почувствовали, что за последние пять лет политики этих ожиданий не оправдали. Реформы оказались не такими масштабными, как планировалось. Общественно-экономическая ситуация остается довольно сложной в первую очередь из-за войны с Россией, но винят в таком положении дел украинцы по большей части президента Порошенко. Вполне логично, что этим общественным недовольством воспользовался человек, не принадлежащий к политическому миру. На самом деле, если взглянуть на опросы общественного мнения рубежа 2013-2014 годов, можно увидеть, что уже тогда довольно большая группа украинцев была готова отдать голос за кандидата, не имеющего отношения к политике. Недовольство с тех пор успело усилиться, так что результат Зеленского нельзя назвать неожиданным. Это недовольство распространяется на все политические элиты Украины. Значит, можно сказать, что общество разочаровалось и в прозападных, и в проевропейских политиках. Мы впервые наблюдали ситуацию, в которой основные споры не касались внешнеполитической тематики. Избиратели не делали выбор между Украиной, движущейся к интеграции с Россией, и Украиной, сближающейся с Евросоюзом, а сделали ставку на кандидата, который не связан со стеблишментом, поскольку пропасть между элитами и обществом увеличилась. Масштабы коррупции остаются большими. Простые украинцы каждый день видят на улицах своих городов дорогие автомобили, на которых передвигаются депутаты, и задаются вопросом, почему людям приходится затягивать пояса, а политики этого не делают. В итоге Зеленский оказался человеком, отлично соответствующим общественным ожиданиям. Какую точно программу он предлагает, до сих пор сказать сложно. Как восприняли его высокий результат в первом туре на Западе? Западные партнеры Киева следят за ситуацией с любопытством и тревогой. Мы наблюдаем совершенно новую ситуацию, какой на Украине никогда раньше не было. Совершенно естественно, что всем хочется лучше узнать нового кандидата, тем более что это не политик, а юморист и шаумин. С другой стороны, неизвестно, что будет, когда Зеленский получит власть. Это связано не с тем, что он что-то скрывает, а с тем, что у него нет четкой позиции по большинству политических, общественных и экономических вопросов. Зеленский пока не сформулировал концепции президентства, и вопрос, представит ли он ее в ближайшие три недели до второго тура выборов. Возможно, какую-то стратегию он предложит только тогда, когда одержит победу. Понятно, что для тех, кто поддерживает Украину, например, для международных финансовых организаций, ситуация выглядит сложной. На Западе любит стабильность и предсказуемость, а Зеленский выступает полной противоположностью таких качеств. Мы не знаем, что он будет делать. Рискну предположить, что он не знает этого и сам. Жителям Украины не нравятся олигархи, но они проголосовали за человека, которого подозревают в тесных связях с Игорем Коломойским, одним из богатейших украинцев и владельцем телеканала 1+,1, транслирующего программы Зеленского. Сам бизнесмен не скрывал, что поддерживает этого кандидата. Как это объяснить? За Зеленского, на мой взгляд, голосовали разные группы избирателей, которых объединило желание отомстить президенту Порошенко. Это граждане, которые сочли юмориста меньшим злом. Его связи с олигархом не мешают им считать, что избрание Зеленского будет лучшей перспективой, чем второй срок Порошенко. Другая группа избирателей, как мне кажется, ассоциирует Зеленского с Василием Голобородько, президентом из сериала «Слуга народа». Эти люди, пожалуй, не в полной мере осознают, что этот кандидат связан с Коломойским. Они верят в телевизионный образ Зеленского и считают, что раз он боролся с коррупцией и олигархами на телеэкранах, то в реальности займется тем же самым. Разумеется, что будет на самом деле, мы не знаем, но это сыграло свою роль, когда люди пришли голосовать. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.